Девушки отдыхают 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 Жару. Суха. Счастье. В духе шуме страдания. Сама. Уравновешенный. Санга-виваджи-таха. Оказавшийся от всякого общения. Тулья. Одинаково. Линда. Позор. Струти. И славу. Мауни. Молчаливый. Санту-шта. Удовлетворенный. Инаки-начи. Инаки-начи. Всем. Аникета. Не имея крыши над головой. Ира. Утвердившийся. Мати-и. Решимость. Бах-ты-ма. Посвятивший себя предному служению. Посвятивший себя предному служению. Ме-уне. При-я-га. Дорог. Нара-га. Человек. Тот, кто одинаково относится к другу и врагу. Кто одинаково встречает почет и бесчестие, холод и жару, счастье и страдания, слава и позор. Кто не оскорняет себя дурным общением, всегда хранит молчание и всем удовлетворен. Кто не беспокоится о крыше над головой. Кто обрел знания и преданность служит мне, того я называю своим дорогим преданным. Предный всегда избегает дурного общения. Порой у нас превозносит, а порой бесчестит. Какова природа человеческого общества. Предный же всегда трансцендентен к иллюзорной славе и позору, счастью и страданию. Его терпение поистине беспредельно. Он никогда не говорит ни о чем, кроме деяний Господа, поэтому его называют молчаливо. Молчаливость совсем не означает, что человек должен прекратить говорить вообще. Он просто не должен болтать о пустяках. Говорить нужно только на жизненно важные темы. И для предного такой темой является прославление Верховного Господа. Предный счастлив в любых обстоятельствах. Иногда ему предлагают вкусные блюда, а иногда нет. Но он всегда остается удовлетворенным. Он не заботится о крыше над головой. Порой он находит приют под сенью какого-нибудь дерева. А порой живет в роскошном дворце, не испытывая привязанности ни к тому, ни к другому. Его называют целеустремленным, ибо он тверд в своей решимости и знании. В описании качеств чистого бредного можно обнаружить повторы, но их цель подчеркнуть, что бредный должен развить в себе все эти качества. Не обладая ими, он не сможет стать чистым бредным. Тот, кто не является преданным решом всяких положительных качеств, тот, кто хочет быть признан, преданным, должен развить в себе все эти качества. Разумеется, он не прилагает к этому особых усилий, а не появляется у него как результат преданного служения сознания Кришны. О Мадьяна, Тимьяна, Снява, Нямхана, Южна, Шталакая, Часшур, Милитамьи, Елова, Тасмайшв, Уравьянов, Женова, Стичитанка на Модиштам, Ста-дитамьи, Елова, Нямхана, Южна, Шталакая, Кришна, Шталакада, Шталакада, Кришна, Шталакада, Шталакада, Шталаков и Ста-дитамьи, Елова, Нямхана, Ста-ыр 있고요. Жа-жи-Кришна, чай-тагня, прагу-нитянанда, чри-ядвай-тага-тага-тага-шпивасад-и-го-ра-пактавринда. Харе-Кришна, Харе-Кришна, Кришна, Кришна, Харе-Харе. Харе-Рама, Харе-Рама, Рама, Рама, Харе-Харе. Так что группа Ада подчеркивает в комментарии, что не разъявится в качестве племенного, о которых мы говорили вчера и сегодня, прочитали стихию. Мы не сможем быть признанными Господом в качестве чистых племенных. И с другой стороны, что группа Ада говорит, что эти качества развиваются в предном не потому, что он прилагает усилия в направлении их развития, особые какие-то усилия. Они развиваются естественным образом. И в этом есть некая загадка. Как же они развиваются в предном, если они прикладывают в это направление усилий, и с другой стороны, эти качества очень важны. Я бы хотел, чтобы продолжить разговор, чтобы предные ответили на этот вопрос, потому что он уже прозвучал. Вопрос звучит следующим образом. Качество, которое перечисляется в 12 главе, это качество этики преданного, его нравственности, духовной нравственности в сознании Кришни. Они очень важны для того, чтобы получить признание со стороны Господа. То есть Господь привлекается к качеству совитания. С другой стороны, что Паупада говорит, что эти качества развиваются в предном без предложения особых специальных усилий в этом направлении. Вопрос заключается в том, как это возможно. Кришна дает. Да, они сами собой пробуждаются в процессе предного служения. У всех предных они пробуждаются, эти качества. То есть мы говорили о том, что для пробуждения этих качеств, практика предного служения, она должна быть соответствующая. То есть человек должен следовать наставлениям, касающимся этой практики. И я хочу все-таки уточнить у вас. Вчера мы что-то обсуждали, мы потратили целый вечер, да, на это. У нас был очень важный разговор. Я бы хотел услышать все-таки более конкретно, как эта внутренняя энергия проявляется, благодаря которой предные развиваются эти качества. Настроение. То есть почему в человеке, который не достиг еще каких-то высот самореализации, проявляется качество вот этих, качество преданности? Потому что он хочет, что он хочет. То есть заиск преданности. Да, 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 да. То есть он не проявляет зависти, он не проявляет качество какого-то конкуренции, качество каких-то гордыни. По какой причине это происходит? По милости бур, вы правильные вещи говорите. Я пытаюсь спросить у вас, в чем конкретно да мило заключается? Бур передает свое понимание ученическое. Да. То есть, иначе говоря, общаясь с преданными, общаясь с садху, мы не можем завидовать им. Почему? Они без корыстны. Они бескорыстны. Правильно. То есть вот эти качества в нас пропустраются по той причине, что общаясь с преданными и занимаясь совместным преданным служением, мы начинаем видеть, что эти души, они чистые, им ничего от нас не нужно. Они не находятся, они не являются ложными господами, которым можно завидовать. То есть завидовать можно только ложному господину, который сам не является кем? Слугой. Мы все привыкли говорить об этих вещах. Сегодня у нас это тоже звучало. Мы говорим «дастся, дастся, ну дастся» и так далее. Все это верные вещи, которые мы следуем, должны следовать. Для нас очень важно, чтобы это было для нас осязаемым, чтобы мы это чувствовали в своей жизни, что люди, с которыми мы рядом находимся, это наши братья, это наши единомышленники, это те, кто бескорыстны в своих отношениях, это те, которые стремятся быть слугами вайшнавов, слугами духовного учителя, слугами Шимати Радхарани. И когда мы замечаем в преданных такие усилия, в ученической позиции, в преданных, которые нас окружают, мы начинаем видеть, что то, что преданных на самом деле находится в положении слуг, то мы способны простить им любые недостатки. Если мы видим в человеке вот эту позицию, если мы видим в нем это бескорыстное желание удовлетворять своего учителя и так далее, если мы видим в нем ученичество, что человек не упорствует в каких-то своих ошибках, он старается учиться, старается меняться, предпринимает усилия просто, то есть он находится в этой искренней ученической позиции. Мы готовы ему простить любые недостатки. Вы согласны с этим? То есть человеку можно простить все, что угодно, когда мы видим, что он искренен. В этом же включается ответ на вопрос, почему у преданного, который не достиг какого-то высокого уровня, проявляется качество совершенства, потому что душа не может проявлять вот этих своих претензий, каких-то обид, не может проявлять зависти, и когда она видит, что ситуация, она честная, то есть это все в сознании Кришны происходит. А когда это знание от нас скрыто, то тогда, даже если мы предполагаем, что мы имеем дело с садху, с преданным, если для нас это не очевидно, то у нас проявляются вот эти материальные качества, внешние энергии, которые продолжают действовать еще на нас. Кришна, он такой же. Кришна принимает служение от своих предных. И это служение, которое он принимает от своих предных, оно само по себе несовершенно, но для Кришны оно совершенное. По той причине, что предные это делают именно вот в этом умонастроении, в умонастроении, в котором присутствует вот это вот смирение. Вопросы будут позже, или можно еще так? Сложный вопрос. Но если горит, то можно задать. Просто Вы сказали, что Душа не может проявлять зависть, если она видит бескорыстие. А она же проявила зависть в виде бескорыстия Кришны. Прабхупаде тоже завидовали. То есть, как бы у меня не совсем это нашло отклик, что она не может проявлять зависть. Я в себе вижу зависть к тем, кто ко мне бескорыстен. Душа видела Кришну, Который был к ней бескорыстен и ушла от Него. Просто не совсем понял Вашу мысль. Живое существо ушло от Бога по причине зависти, да? В духовном мире. То есть, по причине зависти в духовном мире. Дело в том, что живое существо, поскольку оно имеет природу Сочетанады, у него есть свойство наслаждаться. Склонность наслаждаться. И в материальный мир живое существо приходит именно с удовлетворением этой потребности, поскольку оно не знает, как удовлетворить его в духовном мире. То есть, живое существо не знает, как удовлетворить свою потребность наслаждаться в духовном мире. Когда мы эту вещь понимаем, мы понимаем, что это можно назвать завистью в определенном смысле Потому что Кришна наслаждается, живое существо не может понять, каким образом он может наслаждаться в отношении с Кришной И поэтому оно уходит от него Но это не реальность галоки Потому что галоки, живые существа, преданные, они наслаждаются вместе с Кришной Поэтому из близких отношений с Господом, из интимных отношений в сфере Бхактии уйти невозможно Это према, это любовь к Богу Вы не можете уйти из сферы премы Поэтому смысл духовной жизни заключается в том, чтобы вначале обрести счастье Который возникает из служения, бескорыстного служения Господу И вернуться в духовное состояние А затем освоить науку, или точнее искусство наслаждаться вместе с Кришной Вот это наша программа Понимаете? Наша программа, Кришнаидов Вайшнаов Заключается в том, чтобы сначала перейти в духовное состояние О котором Кришна здесь говорит в этих стихах Брамабута прасанатмана шатчатинакангшати То, о чем здесь говорится в 12 главе Сама совершу бутыше угла Равно смотреть на всех живых существ С этого, Кришна говорит, начинается парабхакти Но это начало бхакти То есть это умонастроение Вайкунхи Это умонастроение предного служения Но бхакти-йога, она идет дальше Она идет вплоть до тех состояний Когда преданный может наслаждаться общением с Господом Он может наслаждаться раз и предного служения И вот с этого уровня падение в материальный мир невозможно в принципе Потому что тут задействовано сердце, задействовано чувство То есть живое существо испытывает не просто счастье, но блаженство Чем отличается счастье от блаженства? Счастье основано на знании То есть когда вы заняты деятельностью У вас есть дело в жизни, у вас есть служение Вы счастливы Потому что вы задействованы творчески У вас есть видение, есть вдохновение Вы занимаетесь предным служением Это счастье То есть счастливы люди, у которых есть это Дело, которым они себе посвятили Вот это называется счастье Когда у человека есть это чувство счастья То ему не до наслаждения И ему не до глупостей Потому что у человека есть что-то вдохновляющее в жизни Но само по себе состояние счастья Состояние занятости в предном служении Она не гарантирует человека от соблазна наслаждения Почему? Потому что наслаждение эмоционально Оно сильнее счастья Соблазнить можно кого угодно Если постараться Как только человек начинает заниматься предным служением Его сразу начинают соблазнять Есть специалисты Которые этим занимаются Индра, если он видит, что кто-то очень упорен в свет предного служения Сразу начинает посылать специалистов Область наслаждения Но у блаженства у него другая природа То есть блаженство обладает Если счастье оно основано на чувстве Как бы какого-то своего На чувстве вот своей нужности На чувстве того, что ты успешен Оно основано на том Оно имеет изобильную природу То есть счастливый человек Это человек изобильный У которого есть успех Он сияет У него есть энергия Он действует Вот это счастье А блаженство имеет природу Как бы Оно имеет природу дефицитную Оно имеет природу именно Вот этого Как бы желания наслаждаться Удовлетворять свои чувства И поэтому Скажем Эмоционально оно сильнее, чем счастье И блаженство Чувство блаженства Оно возникает у человека Благодаря иллюзии То есть какая-то иллюзия Какая иллюзия создает блаженство Иллюзия полного единения Двух людей Или двух шумих существ Когда человек испытывает Например влюбленность Чувство блаженства И эйфории Знаете, когда человек к крыше едет Когда он испытывает Это чувство влюбленности Он смотрит на другого человека И он думает Это моё Это моя вторая половина То есть он не то, что думает Он просто видит Иллюзию Он видит, что вот это Это моя вторая половина Это то, что мне нужно Это то, с кем я хочу жить То есть человек чувствует Единение с этим человеком Потребность быть с ним Потребность Ну как бы вот Наслаждаться обществом Другого Это называется блаженством То есть когда человек влюбляется У него к крыше едет Он начинает чувствовать Что этот человек Он кришна Понимаете? Что-то в этом роли Вот Поэтому А чем отличается счастье от блаженства? В счастье всё понятно Там нет иллюзий То есть когда ты счастлив Ты понимаешь Это моя семья Тут все полны недостатков Куча проблем Вот это называется счастье И счастье в чём заключается? В том, что ты занимаешь Ученическую позицию Позицию слуги И ты понимаешь С этими проблемами Тебе нужно разбираться Это твоё как бы Это твоя задача Это твоя как бы Ну программа Это то, что тебе дано Твоя кшетра Человек начинает Служить Он начинает Нести свою ответственность И за счёт того, что он Видит Ну как Что он служит И так далее У него есть счастье Состояние счастья Это состояние слуги А блаженство Это состояние господина Когда вы хотите овладеть Чем-то Что он не застаёт Я почему это всё подробно объясняю? Потому что Иначе невозможно Разобраться в элементарных вопросах То есть человек Падает в материальный мир Живое существо падает В материальный мир Почему? Потому что Привлекается майя То есть она привлекается Иллюзией Блаженства И сейчас мы все Много раз слышали О духовной жизни О служении То есть Люди приходят В сферу предного служения Потому что у них Есть теряные проблемы Страдания То есть вот эта попытка Наслаждаться в материальном мире Она приводит к страданию Потому что это не место Для наслаждения Наслаждение в материальном мире Носит извращённый характер Когда человек наслаждается У него возникает страдание Он приползает Заризывает свои раны Приходит в религию Есть четыре типа страдальцев Те, которые страдают физически Страдают финансово Страдают ментально И у которых Страдание Связано с поисками Абсолютной истины Четыре типа страдальцев Приходит к Кришне Вот Но Нам нужно понимать Что когда человек Приходит в сознание Кришне Что он получает Вначале он получает Счастье предного служения И большинство из нас Когда слышит О предном служении То есть если человек Слышит о предном служении Он понимает Что возвращаясь в духовный мир Когда я вернусь в духовный мир Я не смогу там наслаждаться Вы понимаете О чем вы говорите И поэтому большинство людей Даже преданных Не хотят возвращаться В духовный мир Потому что Потому что счастье там Как бы есть А наслаждения нету Понимаете И вот человек в этом состоянии Он думал Он пытается найти компромисс Он думает Ну я буду практиковать Предное служение И при этом Немножко наслаждаться То есть А можно так Повторять хориклично Да И быть И быть не просто счастливым Счастливым нормально А вот именно быть При этом Ну наслаждаться Свои чувства Понимаете Вот в этом проблема заключается Большинство из нас Не хотят возвращаться В духовный мир Почему Потому что Нету наслаждения Надо служить Счастье пожалуйста А наслаждение извините Вот Поэтому по сути дела Вот в эту эпоху Особенно в эпоху Когда люди погрязли В наслаждениях Когда я говорю о духовном знании Им параматма говорит Когда людям говорят о духовном знании Параматма говорит Ты сейчас вот послушаешь Этого Кришнаита И все твои наслаждения Придет конец А они говорят Ладно Извини Не надо Я твою книгу Я лучше почитаю Я лучше почитаю Что-нибудь другое Что поддержит мою иллюзию Вот Наслаждающийся Стать слугою И обрести счастье Ну кому нужно это счастье Я же хочу наслаждаться Дайте мне пожалуйста Удачливое наслаждение Дайте мне хорошего партнера С которым я буду наслаждаться Дайте мне хорошую карму Расскажите мне что-нибудь Что облегчит мои страдания И позволит продолжить Мою программу наслаждения Вот чем вопрос Об условной души С которым она приходит Разве это не так? Мы сейчас просто пытаемся Добраться до этих До корней всего Снария Нашей жизни Счастливой жизни Если я не умею Поэтому Смысл какой Смотрите До тех пор Пока человек Не научился быть счастливым То есть Не научился находить Радость В преданном служении Без потребности наслаждения Для него наслаждение Является незаконным То есть для него Наслаждение является тюрьмой Его заключают в тюрьму Его претензия на наслаждение Она незаконна Но когда человек Научился быть счастливым Когда он не зависит От наслаждения Когда он не ставит Его как условие А принимает В качестве Ну Счастья Отношений Любви Там Объятий И всего остального Что есть В мире Духовном Галоки Это все Есть не что иное Как проявление служения На самом деле То есть Наслаждение Есть в духовном мире Но оно выше Чем счастье То есть Галок Она выше Чем Вайкунх Поэтому Преданные Должны Отчиститься От Вот этой Скверной Которой мы Сегодня утром Говорили От Вот этой Как Развращенности Которая означает Что человек Ну Все время Старается Излечь Наслаждение Из любых отношений Приходит В намахату Он заряжен На наслаждение Там А так Как насчет Просада У нас У нас будет Просад Сегодня Просад Принесли Ну Че-то Паниров Два раза меньше Чем Что-то Я не чувствую Что меня здесь Любят Никто Конечно Так не думает Но Эта же штука Она сидит Понимаете В каждом И Что-то Киртон Нам надо Чтобы у нас Был какой-то Киртон Такой Особенный Киртон То есть Нам нужно Нам нужно Послаждать Свои чувства Во время Киртона Не Молиться Святому Иму А услаждать Свои чувства Во время Киртона Вы понимаете И Вот Человек Сидит Во время Киртона И он Думает Что-то Не наслаждается Что-то Не наслаждается Вот Потрясающе Поразительная Вещь Сейчас Как будто Такое ощущение Как будто Все сошли С ума Просто По наслаждению Все Надо Наслаждаться Даже Сознание Кришны Уже Как бы Люди Потеряли Вот этот Свой аскетизм Естественно Предны Всем Надо Наслаждение Так вот На наслаждение Имеет право Те Кто Научился Быть счастливым То есть Кто счастлив И не зависит От этого Как Шелабру Падо Говорит Сегодня он По дереву Нормально Завтра он В шикарном дворце Нормально Для него нет Разницы Почему Потому что Он знает Цену всему Он Он понимает Что Нет смысла Зависеть От Вот этих Объектов Чувств Когда Объекты Чувств Есть Хорошо Когда Их Нет Тоже Хорошо Вот Это Означает Обладать Знанием Поэтому Мы Сейчас О чем Говорим Тема У нас Какая Зависть Доверяем Садху Когда Они Бескорыстны Так Вот Смотрите Что Происходит Почему Проблема У нас Возникает Садху Несмотря На То Что Мы Завидуем Садху Несмотря На То Что Они Для Нас Столько Всего Делают В этом Вопрос Ответ На этот Вопрос Заключается В том Что Что Когда Люди Преданные Он Он Говорил Те Вещи Которые Благоприятны Для Них Дают Возможность Ему Прести Счастье Не Наслаждал Их Поэтому Шелепрубане Было Трудно Завидовать И Хотя Некоторые Тоже Умудрялись Смысл Заключается В том Что Когда Для нас Что-то Люди Делают Кто-то Для нас Делают Мы Становимся Неблагодарными Потому что Такова Завистливая Природа Зависти Энергия Зависти Сегодня Я разговаривал С одним Человеком Он Пришел Чтобы Рассказать Про свою Жизнь Он Сказал Я Столько Сделал Для Слева Своих Семь Я Для Них Там Дом Построил Там Денег Заработал Столько И Сейчас Они Просто Мною Пренебрегают Так В этом Как раз И есть Все Затея То Вы Что-то Об вас Просто Вытерут Ноги Поэтому Служить Нужно Во-первых Нужно Служить А не Выслуживаться А во-вторых Служить Нужно Те Кто Бескорыстен Тогда Не будет Проблем С завистью Итак Зависть Возникает По двум Причинам Либо Человек Кому Мы Служим Он Не Бескорыстен И Тогда У нас Возникает Неудовлетворенность То Мы Чувствуем В Себя Ну Чувствуем Что Мы Зря Потратили Время И так Далее Хотя Если Человек Утвержден Духовной Жизнью У него Не будет С этой Проблемой Вторая Проблема Серьезнее Это Когда Сам Человек Служит Даже Если Служит Садху Он Не Служит А Выслуживает Он Хочет Чтобы Садху Удовлетворял Его Чувства Он Что То Делает Но На самом Деле У И Потом Этот Счет Нужен Будет Платить По Считам А Кто Садху Способен Оплатить Считам Никто Поэтому Проявляется Недовлетворенность Человек В конце Концов Уходит Так Служить Когда Мы Служим Тому Кто Бескорыстен Это означает Что Человек Которому Мы Служим Он Думает О нашем Благе Они Думают О том Чтобы Ну Как Вот Чтобы Порадовать Наши Чувства Ну Как Дать Наслаждение Нашим Чувствам Вот Это Тогда Зависть Не Проявляется Так Мы Мы Преданные Это Значает Что Когда Мы Видим Человека Перед Собой Мы Понимаем Что Это Душа Если Это Душа Значит У Него Есть Санатан Адхарма А Что Так Санатан Харма Это Способность Служить Поэтому Если Человек Не Хочет Служить Это Означает Что Мы Как Не Смогли Установить Связь С Этой Душой В Сознании Кришны Вот И Все Это Не Проблема Человека Потому Что Кажда Душа Таким Таким образом Кришна Описывает Здесь Вот Эти Качества Они Проявляются Они Проявляются В Обществе Они Проявляются В Общении С Гуру Они Проявляются В Обществе Предных И В Комментарии Что Пишут Очень Важные Вещи Послушайте Порой Предного Превозносит Порой Обечестит Такова Природа Человеческого Общества То Есть Даже Если Мы Находимся В Обществе Мы Находимся В Обществе Предных Все Равно У нас С нами Будут Происходить Такие Вещи Потому Что Такова Природа Общества Любого То Есть В Обществе Никогда Не Бывает Так Что То Общество Оно Никогда Не Даст Нам Вот Это Убедовление Наших Чувств Потому Что В Обществе Ну Когда Мы С Людьми Вместе Находимся Что То Делаем Всегда Будет Все Очень Непросто Это Знает Любой Это Знает Любой Человек Который Принял Ответ За Нам Ахат Это Значает Вы Приняли Ответ Все Обратного Пути Нет Вы Не Можете Это Оставить Вы Не Можете Оставить Свою Семью Не Можете Оставить Свою Нам Ахату Потому Что Это Предательство То Что Тяжело Это Изначально Предполагалось Потому Что Если Очень Тяжело Значит Человек Ну Совсем Плох В смысле Тот Который Принял Ответ Если Средняя Степень Тяжести Означает Что Есть Просветы Если Легко Более Менее Легко Это Означает Что Человек Уже В прошлом Ну Как Б Уже Как Б Он Уже Имеет Опыт В этом Отношении Ему Это Не Сложно В Любом Случа Семья Это Общество Людей За Которых Мы Приняли Ответ Да Мы Должны Что Ещё Должны Делать Заботиться Выяснить Ну Там Как Проявлять Эмоциональное Ну Какое То Участие Ответ Все Эти Вещи Должны Но Это Не Означает Совсем Что Мы Должны Просто Произвести Впечатление На Тех Людей Кто Рядом С Нами Выслужатся Перед Своей Семьё Перед Своей Намахат Нет Мы Должны Просто Думать О благе Этих Людей А думать О благе Совсем Не означает Удовлетворять Чувства Если Мы Думаем О благе Тех Кто Нас Окружает Мы Будем Нашей Семьи Нашей Намахат Нашей Санге Мы Будем Видеть В каждом Человеке Который Находится В нашей Санге Мы Будем Видеть В нём Лидера Мы Будем Видеть В нём Душу Которая Способна Принять Ответственность За свою Семью То есть Человек Который Пытается Как бы Выслуживаться Или Эксплуатировать Свою Сангу Он Таким Образом Всё Делает Чтобы Люди Думали Что он За них Всё решает Он Решает Их Проблемы Он Их Ведёт Светлое Будущее И так Далее То есть Человек Который Занимает Вот такую Позицию Позицию Благодетия Он Всё Устраивает Таким Образом Что его Санга Думает Что Именно Вот этот Человек Он Является Для нас Благодетелем И в этом Случае Движущей Силой Которые В отношении Которые Присутствуют Будет Всё равно Присутствовать Зависть Потому Что Предные Которые Находятся В этой Санге Они Не будут Развивать Качество О Которых Здесь Говорится Духовное Качество То есть Они Не будут Как личности Прогрессировать Так Первая Вещь Которых Решила Прабхабада Это То Что Общество Всегда Обладает Вот Этим Свойством Оно Всегда Нас Проверяет Навшивость То есть Нашу Внутреннюю Позицию Присутствует У нас Энергия Служения Вот И Поэтому Что Прабхабада Пишет Что Пренды Всегда Трансцендентен Курезонной Славе И позору Вот То есть Общество Для общества Всегда Важно Чтобы Лидер Был Какой Для Общества Важно Чтобы Лидер Был Ну Как бы Глава Глава Семьи Например Это Тоже Самый Принцип Чтобы Он Был Крутой Если Лидер Вдруг Не дай бог Ошибается В чем-то Какую-то Ошибку Совершает Так Его же Съедят Сразу То есть Общество Не прощает Лидеру Ошибку Поэтому Общество Он всегда Имеет Тенденцию Либо вас Превозносить Либо вас Опускать Когда Ахела Ахела Промахнулся А Женщине Что Женщине Тоже Надо Быть Крутой Или Как От Женщины Не Ожидается Что Она Будет Лидером Как Был Что Речь В основном Когда Я говорю О Главе Семьи Я говорю О Мужчине А вот Я спрашиваю Про Женщину И Что Вы Спрашиваете Какие Должны Быть Качества Тогда У Женщины Чтобы Она Правила Весь Всем Миром Правила Всем Миром Чтобы Женщина Правила Всем Миром Она Должна Перестать Быть Женщиной Понимаете Потому Что В женском Теле Ответственность Которая Есть У Человек Она Не Абсолютная Она Относительная Относительная Что Именно То есть Разница Принципиальная Смотрите Хотя Мы Не Мужчины Не Женщины Внутри Нас Находится Душа И в Мужском Теле И в Женском Теле Сатчетананда Но В Женском Теле Связь С Природой Вот С Этой Сферой Психоэмоциональной Она В 9 Раз Больше Чем У Мужчины Поэтому Женщина Она В 9 Раз Больше Подвержена Условиям Чем Мужчины Например Если Вы говорите Женщине Ну Допустим Нужно Приготовить Я Просто Привожу Пример Нужно Приготовить Пищу Да Приготовить Еду Если Что Нужно Женщине Для того Чтобы Приготовить Еду Хорошая Кухня Ей Нужна Хорошая Кухня Ей Нужна Посуда Ей Нужны Продукты Подождите Нет Вы Не Спешите Ей Нужна В общем Настроение Хорошее Там Если Какая-то Проблема В семье С мужем То Она Уже Ничего Не Хочется Делать И так Далее То есть Женщина Исполняет Какую-то Деятельность Но Эта Деятельность Она В основном Связана С условиями Ей Нужен Комфорт Вот Если Я говорю Мужчине Приготовь Просад Брамачай А он Мне Говорит Сразу Можно Бить В нос Тут же Человек Потому Что Это Не Мужская Тема То есть Если Мужчине Говорят Приготовь Еду Он Должен Вопрос С посудой С кухней С продуктами И Со всем Остальным Вот Это Означает Быть Мужчиной Этим Отличается Мужчина От Женщина Понимаете Да О чем Дет Речь То Есть Для Женщины Необходимо Создавать Условия Чтобы Она Выполняла Свою деятельность А для Мужчины Нет Если Мужчина Считает Что Ему Нужны Условия Значит Он Не Понял Что Это За Форма Жизни Поэтому Для Мужчин Существует Такая Особая Вещь Как Брамачария Брамачария Означает Что Мужчин Приучают Не Зависит От Обстоятельств То есть Исполнять Свои Обязанности Независимо Ни От Чего Это Означает Абсолютная Ответность Она Воспитывается Специально Для Этого Существует Аши Брамачария И После Аши Брамачария У мужчин Даже Мысль Какая Не Должна Приходить В голову А как Насчет Условий И так Дальше Понимаете Если У ней Мысли Приходят Значит Он Не Был В Аши Брамачарии Он Просто Наслаждался Своей Безответственностью Вот И Как Как Мил Слим Взором Старше Предных Брамачария Существует Именно Для Этого Поэтому Когда Мы Говорим О Женщинах Мы Говорим Что Мы Не Имеем В В В В В Тело Вот Это Мужчина Вот Это Женщина Непонятно Кто Здесь Мужчина Кто Женщина Мужчина Это Тот Чья Ответственность Безусловна Вот Это Мужчина А Если Человек Нуждается В Условиях Значит Он Женщина Я Извиняюсь Это Звучит Непривычно Но Тем Не Когда Мы Произносим Слово Женщина Мы Не Имеем В Конкретного Человека Пракупада Говорит Как К нему Ученицы Пришли Пракупада А Правда Что Женщины Не Могут Прогрессировать В Сознании Кришны Потому Что У них Мозг Меньший По Размеру Я Считаю Мужчинам Тоже Условия Нужны Они Соберя Это Не Это Не Мужчины Вы Не Видели Мужчин Еще Поэтому Такие Вещи Я Знаю Что Современные Женщины Они Мужчин Не Видели В Основном Поэтому Возникают Проблемы В Семьях А Скажите Пожалуйста А С Какого Возраста Сын Должен Понимать Свою Ответственность Точно Возраст Назвать С С С Месяца Вообще Предполагается Что Человек 20-25 Годам Должен Превратиться В Мужчину Но Сейчас Современные Мужчины Они 35 Примерно Что Там Похожие Проявлялись Особенность Калиюрии Так Женщина Какая Вы Должна С Обладать Чтобы Быть Настоящей Женщиной Я Возвращу Скажите Для Того Чтобы Быть Вы Вообще Хорошие Вопросы Задаете Но Нам Нужно Тогда Семинар Другую Тему Читать Это Хороший Вопрос Я Отвечу То Смотрите У Женщины В отличие От Мужчины Задача В Два Раза Сложнее То Мужчине Нужно Нужно Быть Личностью Просто Делать Своё Дело Женщине Нужно Быть Личностью То Быть Предным И При Этому Ещё Нужно Быть Женщиной То Есть У Него Две Роли И Проблема Заключается В том Что Женщины Эти Роли Между Собой Путают Они Думают Что Вот Если Я Преданный То Это Означает У меня Есть Знания У меня Есть Представление О том Как Всё Должно Быть Я Сейчас Должен Своему Мужу Объяснить Как Он Должен Жить Я Сегодня Разбирался С Этой Проблемой Долг Женщины В первую Часть Заключается В том Чтобы Вдохновлять И Благословлять Мужчину То Он Должен Чувствовать С её Сторон Поддержку Потому Что Благодаря Женщинам У Мужчин Появляется То есть Женщина Помогает Мужчинам Обрести Силу И вдохновение В жизни В такой Сложной Мужской Жизни С кучей Обязанностей Которые Непонятно Как Вообще Выполнять То есть Женщины Должны Помогать Мужчине И давать Ему Вот Это Ощущение Успеха Что Он Что-то Делает Что Он Прогрессирует А Женщина Зависит Что Мужчина Чувствует Что Он Смог Чего-то Добиться А Что Делают Женщины Современные В этом Материристическом Обществе Их воспитывают Таким Образом Что Они Постоянно Вот Это Общественное То есть У женщин Это Общественная Вещь Они Оценивают Постоянно Женщина Всегда Оценивает Мужчину Она Не Мож Без Этого Если Мужчина Женщина Смотрит На Мужчину Это Все То есть Мужчина Сразу Чувствует Что Он Находится В поле Ее Оценки Такова Природа Женщина Она Дает Эту Оценку И Мужчина Он Получает Вот Эту Проблему Что Ему Все Время Дают Понять Что Он Неудачник Что Он Не Справляется И Так Далее И Вместо Того Чтобы Развивать Как Б Помочь Мужчине Обрести Силу Женщины Часто Просто Способствует Тому Чтобы Человек Погрузился В Какую То Депрессию Это Не Касается Всех Это Просто Проблема Которая Есть В Обществе Опускают Это Происходит Вот Поэтому Смотрите Какая Вещь Женщина Даже Если Она Преданная Биг Биг Преданная У Нее Там Трансметное Знание Не Приведи Господь Она Просто Она Может Сесть На Висасану И Просто Лягут В Нокауте Даже Если У Женщины Есть Вот Такая Реализация Из Прошлой Жизни Или В Этой Жизни И Дальше Все Равно Она Должна Есть Семья Муж Все Такое Она Должна Понимать Что Она В Семье Должна Будь Женой Женщиной То Должна Благодарить Свою Функцию Потому Что Это И Есть Проявление Знания Человек Знание Означает Что Человек Делает То Что Он Должен Делать Да То То Следовать Своей Природе Человек Должен Следовать Своей Природе Это Проявление Как Было Проявление Знания Человека Так Мы Находимся В Обществе Или Мы Находимся В Обществе Женщины Не Важно В принципе Одно И Тоже Это Означает Что Нас Оценивают Быть Не Крутым Это Все Когда Вас Оценивают Вы Все Время Хотите Быть Крутым Но Вот Это Как Раз Есть Проблема То Если Человек Хочет Быть Крутым Это Означает Что Он Выслуживается Лидер Намахаты Человек Привший Ответственность За Общество Человек Привший Ответственность За Семью Он Должен Понять Что Его Дело Заключается В том Чтобы Стоически В ученической Позиции Осознавать То Что Он Может Делать И Делать Это И Не Комплексовать Не Впадать В истерию По Помогу Того Что Он Делать Не Может Вот Это Означает Быть Мужчиной Это Означает Быть Лидером То Лидер Это Тот Кто То Что Он Может Делать Он Осознает То Какие Это Свои Возможности Он Делает Он Развивает Эти Возможности Он Совершенствуется Но При этом Если У него Что То Не Получается Он Не Впадает От Этого В Комплекс Собственной Неполноценности Вот Это Означает Что Человек Является Лидером Потому Что Нас Постоянно Провоцируют Это Ты Не Можешь А Тут У Тебя Не Получается А Тут Мог И Постараться Спасибо Танцунка Вы Хорошо Учитесь То Есть Мужчина Он Получает Ну Как Б Не Будем Говорить О Мужчинах То Есть Личность Получает Свои Получают Представления О том В чем Заключаются Обязанности Не А те Кто От Него Зависит Не От Женской Половины Не От Общества Не От Жены Он Получает Представление О том Что Нужно Делать Из Трансцендентного Звука Из Шимадбхагавадгиты Из Уст Саду То же Самое Не важно Женщина Мужчина Не важно Одинаково Говорят Что Она Должна Постаняться Мужу И Делать Что Делать Муж Нет Поймите Простую Вечь Что Женщины Никогда Не Слушают Мужчин В очень редких Случаах Женщина Служит Мужчину И то Это потому Что Она Понимает Что Иначе Будет Хуже Вот Женщина Получает Представление О том Как им Жить Они Получают Не От Мужчины Они Получают Из Рода Они Получают Из Семьи От Своих Старших От Матери От Тетушек От Подруг От Кого Угодно Только Не От Мужа То Есть Вот Это Представление Очень Ущербно Общество Всегда Было Устроено Так Что Была Мужская Санга И женская Санга И В общине Кстати Тоже Должна Мужская Санга И женская Санга Тоже В любую Мужская Санга Означает Что Мужчины Обсуждают В ней Те вещи Как Обретать Силу Как бы В исполнении Своего Долга Санга Мужчины Собирается Не для того Чтобы поговорить О женщинах Какие Они Не вдохновляющие И Некультурные Вот А мужчина Собирается Вместе Для того Чтобы Поговорить О своих Обязанностях И Помочь Дугу Получить Вот эту Силу А женщины Собираются Вместе Для того Чтобы Поговорить О своей Как бы Женской Вот этой Дхарме О своей Культуре О том Каким образом Устроить Ну Дом Как устроить Вообще Не все Чтобы была Хорошая атмосфера И так далее Это Все отвечает Женщина Женщина отвечает За тонкие Настройки Мужчина отвечает За базовые вещи Женщина отвечает За тонкие Настройки Поэтому Мужчина Он строит Дом Он Как бы Закладывает Основу Для жизни То есть Он поддерживает То есть Он тот На чем Все Опирается А женщина Уже Получив Эту поддержку Она Гармонизирует Приносит Во все Какие-то Вот Вот эти То есть Она устраивает Какие-то Вещи Которые Делают Комфорт Приносит Какую-то Атмосферу И так Далее То есть Это очень Много Зависит От женщин Поэтому В общении Преданных Как бы Очень важно Чтобы Матаджи Было Вот это Общение Потому что Я уже говорил Что женщина В эмоциональном Отношении В девять раз Более Нуждается В отношениях В общении Чем мужчина Все знают Да Эти вещи В девять раз Больше потребностей В общении Поэтому Община Таким образом Должна быть Устроена Что Матаджи Должны Чувствовать Что Ну как бы Они должны Получать поддержку От мужчин Эмоционально У нас Существует Очень странное Представление О байшнавском Этикете Что Байшнавский Этикет Значает Что мужчина И женщина Не общаются В принципе Если Женщина Подходит К мужчине С каким-то Вопросом То Он дает Ей понять Что Поскольку Она женщина Ну Вопрос должен быть Очень короткий И Так сказать Вообще Лучше Чтобы Его не было То есть Когда Женщина Подходит Мужчина Он напрягается Потому что Ему надо Этикет Соблюсти Это Достаточно Глупо Выглядит То есть Преды должны Понять Что Нужно понять Что Семья Община Это Семья Это Означает Что Женщина Для Мужчины Она Его Мать Либо Это Его Сестра Дочь Бабушка То есть Она Член Его Семьи Это Если Подошла Маленькая Девочка Теща Если Подошла Маленькая Девочка И Даже Если Она Не Подошла И Даже Если Она Совсем Не Ваша Дочь Вы Должны Ее Воспринимать Как Свою Дочь Это Означает Жить В общине Если Вы Видите Женщину Равную Вам По возрасту Это Вам Не Жена Вы Должны Видеть В ней Свою Сестру То есть Это Не Означает Что Нужно Постоянно С ней Разговаривать Но Если Женщина Возникает Какой-то Вопрос Или У вас Возникает Вопрос Нужно Общаться По-человечески Если Если Видите Пожилую Женщину Для Вас Мать Нужно Соответственно Как-то Ей Помогать Там Поставить Стол И так Далее То есть Проявить Внимание Заботу Это Называется Жить В общине Жить В семье Потому Что Когда У женщин Есть Такое Ощущение Что Их Отпихивают Матыши Пожалуйста Не Создавайте Проблем То есть Когда Женщина Отпихивает Мужчина То У женщин Появляется Чувство Дефицита У них Появляется Вот это Они Начинают У них Появляется Как бы Вот Вот Это Неудовлетворенность А Когда Женщина Неудовлетворена Это Все Это Харе Кришна Понимаете Вот Я Я вам эти вещи Говорю Потому Что Это Очень Важно Женщины Должны Быть Защищены Тут Вообще Лучше Женщин Не Было Вот В Этой Теме Поскольку Мы Все Женщины В Эмоциональной Поддержке Это Касается Всех Мужчин В Том Числе Потому Что Нужно Уделять Внимание Чувствам Людей Это Касается И Мужчин И Женщин Но У Женщин С Этим Очень Все Сложно Поэтому Тут В первую очередь Все Должно Быть Поэтому Вопрос Такой Что Вот Эти Моменты Касающиеся Зависти Неудовлетворенности Какой-то Моменты Претензий Моменты Недоверия Какого-то Какие-то Сплетни Какие-то Пересуды Вот Эти За спиной И так Далее Они Возникают Просто От Того Что Люди Пренебрегают Друг Друг Они Пренебрегают Законами Естества Прикрываясь Философией Сознания Кришны Извините Пожалуйста Можно Последнее Здесь Лучение Сделать Последнее Да Это Разумнее Всего Женщины Молчать Интересная Логика Ну В принципе Да Потому Что Ну Как бы Разумнее Означает Что Когда Женщине Не хочется Говорить Ей Лучше Молчать То есть В смысле Я о чем Я пытаюсь Сказать Что Когда Допустим Женщина Не удовлетворена Она Как сказать Она не может Молчать А если Она пытается Молчать Под влиянием Общественных Предписаний Она так Молчит Что Лучше бы Она не Молчала Поэтому Ее эмоции Они Настолько Превосходят Мужские эмоции Что Если Там Вот эта Вещь Есть Внутри То Это Еще Хуже Поэтому Женщина Она может Молчать Когда Когда Она Выговорилась С кем То Кроме Ее Мужа Поэтому Существует Общество Где Она Может Говорить С кем А если Она Может Говорить Только Со Своим Мужем То Это Вообще Это Ужас Как Недавно У нас Был Такой Анекдот В общении Там Человек Матаджи Она Очень Хорошая Предная Она Проповедовала Там Пришел Новый Человек На Программу Она Проповедует И Значит Рассказывает А Рядом Сидит Ее Зять И Он Смотрит Как Проповедует Вот Так И Блаженно Улыбается А Рядом С ним Сидит Другая Преданная Она Останавливает Эту Семью И Она Говорит Взять Тебе Нравится Да Как Твоя Теща Проповедует Он Назвал Ее По Имени Улыб Улыбается Улыбаешься Нравится Как Она Правильно Нет Просто Она Сейчас Выговорится Дома Молчат Улыбается 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 Мы Настолько Разные Понимаете Что Часто Мы Не Понимаем Вот Этих Вещей Вот И Вот Все Эти Вопросы Все Теории Когда Предан Обсуждает Что Вот Там Вот По Ведом Женщина Должна Сидеть Дома Она Не Должна Работать А Вот Моя Жена Работает Может Мне Ее Дома Запереть Вот Она Там Общается Как Непонятно С кем Она Там Общается И так Далее Ну Все По шаструм Это Верно Что Жена Должна Сидеть Дома Но Забываем О том Что Значит Должна Чего Дом Ведической Цивилизации И Что Значит Дом Сейчас Дом Сейчас Это Клетка Размером 4 На 4 Где Женщина Сидит В Этой Клетке Со Своим Мужем Если Там Еще И Поэтому Запереть Ее Дома Значит Запереть В Тюрьме И Сделать Свою Жизнь Подобной Непонятно Чему Потому Что Тебе Придется Самому Все Это Расклебовать А Ведической Цивилизации Запереть Женщину Дома Означает Запереть В целом Мире Где Она Общалась Со Своими Родственниками Подругами И так Далее И Поэтому Мужчина Приходил Домой Выполнив Свои Обязанности Он Видел Удовлетворенную Жену Улыбающуюся Которая Приготовила Ему Ужин И Ждет Его Дома Вот Это Была Ведическая Жизнь А Сейчас Человек Не Может Потому Что Женщине Она Не Столько Работает Сколько Она Общается Там Понимаете И Женщина Обычно Меньше Зарабатывает Чем Мужчина Не Работают Потому Что Они Ну Ладно Видите Как Могущественная Женская Энергия Достаточно Было Одного Вопроса Чтобы Столько Об этом Потому Что На самом Деле Это Серьезная Проблема Для Общины Для Любовь Это Основа Культуры Отношения Между Женским Женским Началом Так Значит Мы О чем Сейчас Говорим У вас Тема Какая Женщина Мы Да Мы Нарушаем Законы Естества И При этом Называем Это Сознанием Кришны Вот Это Наша Тема И Мы Вчера Договорились О том Что Сегодня Мы Поговорим О том Каким Же Образом Преданный Накодящийся В обществе Преданных Не Обладая Еще Каким То Сверх Качественными Личными Реализациями Он Тем Не Способ Проявлять Вот Эти Эту Нравственность Духовную Которую Лично Говорит В 15-й Говорит Был У нас Такой Договор Да Мы Договор На сегодня Рано Лень Приедем Приедем И спать Договорит 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 ощущение, что мы не доберемся до этого снова пути. Так что, наверное, давайте будем высказываться, по крайней мере, доведем до конца то, что начали. Я думаю, что многим преданным знаком такой опыт, когда они перед каким-то выбором стояли, выполняя какое-то служение, свой интерес, или внезапно, думая о какой-то альтернативе, они наталкивались, что вот еще у Кришны есть интерес, или у Гуру. И они приносили в жертву свой интерес, и хотели сделать интерес Гуру. И вот они тогда сразу же попадали в волну вот этой внутренней энергии, когда я такой выбор делал. И во время такого выбора появлялось всегда такое понимание, что вдруг неожиданное решение приходило, как я поступлю в этой ситуации. Раньше, например, в такой ситуации я жадность проявлял, не хотел там что-то отдать, например, или я мог разгнеиваться, да? То сейчас уже под влиянием вот этого выбора я действую, что в таких же обстоятельствах, я вдруг замечаю, что легко с чем-то расстаюсь, например, с какой-то собственностью, и сам удивляюсь, да? Как так вот, я совершенно спокоен? И я не гневаюсь из-за чего-то, что очень сильно меня очень мило, например, да? И это, я думаю, есть у кого-то такой опыт, это как раз может показать этот момент, что как духовная энергия, она проявляет вот эти вещи. Да, то есть этот момент можно продемонстрировать, допустим, когда человек... Сейчас почему... Просто так практическая речь, да? Почему мы сегодня говорили утром об этой развращенности, да, и отцеломудрием? И там, на примере Парикшита, говорилось о том, что Парикшита воспитывался в семье премных, и поэтому в нем было целомудро. Вот это благочестие, о котором ты говоришь. И мы замечаем, что практика сознания Кришны сейчас, это вторая сторона, которая что-то падает. То есть есть две стороны. Одна сторона — это целомудрие, и вторая сторона — это уже принятие трансцендентного знания. Такая вот проблема с практикой сознания Кришны у премных возникает именно из-за того, что у них нет этой атмосферы, или как бы вот среды, в которой они могли бы реализовать духовное знание. То есть она слабая, эта среда. И основным симптомом современного человека, его образа жизни, нашего с вами образа жизни, является именно вот это. То есть мы живем, как сказать, жизнью анонимной, то есть жизнью индивидуалистом. То есть когда человек живет анонимно, это означает, он как живет для собственного наслаждения, для собственных планов, для собственных каких-то там вещей, которые он делает для реализации своих каких-то чаян и так далее. То у него появляются как раз эти негативные качества, жадность какая-то, у него появляется вот эта так называемая личная жизнь. У нас, как уже модно говорить, да, личная жизнь. То есть какая может быть личная жизнь у предного? Что значит личная жизнь? То есть личная жизнь означает, это слово сочетание может обозначать ответственную жизнь, а может означать жизнь ради себя, то есть ради своего удовольствия. И вот человек живет современно ради своего удовольствия. Поэтому, когда мы общаемся с гуру, когда мы видим его качество, его бескорыстие, то у нас, естественно, появляется желание совершать бескорыстное служение. То есть у нас появляются эти качества. Либо когда мы находимся в обществе преданных, мы видим их усилия, мы видим их чистоту, какую-то искренность. Вот, у нас появляется, мы расстаемся со своей личной жизнью, мы начинаем находить вкус в том, чтобы посвящать себя другим людям, что-то делать для других и так далее. То есть появляется дух служения, в котором мы находимся среди преданных. Поэтому один из секретов, который содержится здесь, заключается в том, что нужно как можно больше времени проводить с преданными. И не просто как можно больше времени проводить с преданными, но делать две вещи. То есть как можно больше общаться с преданными на духовные темы, то есть на темы сознания Кришны, и как можно больше совершать практического служения с преданными, то есть вместе, именно совместного служения. Потому что такая деятельность, она формирует вот это целомудрия в сознании Кришны, о котором шла речь сегодня утром, и о котором мы говорили вчера вечером, в контексте нашего самого разговора. Вот в эту сторону. Потому что жертвовать, то есть вести жертвенную жизнь, можно тогда, когда для человека это естественно. То есть жертвенность не должна быть какой-то выдуманной, потому что она, когда она выдуманная, она разовая. Но именно привыкнуть к такому образу жизни, вот в этом заключается наша цель. То есть стать такими людьми. Потому что многие преданные, они жертвенны. Какое-то время они приходят в храм, они жертвены, они что-то делают. Потом они приходят домой, они зашли к себе в дом. Это моя квартира. У меня здесь свое, ну то есть отделенное все, да. У меня телевизор стоит, у меня интернет, я могу делать все, что хочу. А вот теперь свободен. И в этой ситуации человек, он просто оказывается беспомощным перед калием. Потому что, ну, это же, как, это же наслаждение определенное, дает нас какую-то иллюзию наслаждения. Залезть в телевизор, залезть в интернет. И потом, при этом он спрашивает, почему ты, ну так, времени, в принципе, время, ну, на предное служение нужно время. Он говорит, у меня нет времени, я так занят вообще. У меня работа. Он же не скажет, что он 4 часа в день проводит в интернете и в телевизоре. Почему ты так занят? Я работаю. А сколько ты работаешь? Ну, 9 часов работы. А остальное время чем занимаешься? Ну, как, у меня же столько обязанностей и так далее. Оказывается, что человек 4 часа в день проводит в телевизоре и в интернете. И если попытаться его оторвать от этого, он будет несчастен, потому что он там реально как-то вот что-то для себя нашел. Понимаете, есть единственная альтернатива телевизору и интернету. Единственная альтернатива. Знаете, какая? Единственная альтернатива телевизору и интернету. Какая? Живое общение. Живое общение, правильно. Если живого общения нет, то мы будем просто раздавлены вот этим реальностью, вот эту реальность. Калифи. Да, пожалуйста. Вот мы знаем из шастер, что нужно развивать себе вкус в отношении преживания к Господу, к полномучителю. То есть без вкуса, без расы невозможно это ставить. И вопрос такой. Что является основой этих вкусов? То ли наслаждение чувств, то ли наслаждение чего-то другого. Вот с этой точки зрения, раз мы говорим, что нужно стараться не наслаждать свои чувства, а как тогда развивать вкус? Что является основой вкуса? Или может быть это нечто такое многогранное? Пожалуйста, поясните, пожалуйста, если возможно. преданное общается между собой на духовную тему, то они начинают испытывать вкус блаженство духовное, блаженство духовное, которое превосходит материальное блаженство по качеству, поскольку оно является духовным. и многие преданные знают этот стих, знаменитый стих из 10 главы Бхагавадгиты, где Кришна говорит о том, что в отношениях между предными, когда предный общается между собой именно не просто как бы формально, а общается сокровенно, то они начинают испытывать вот это состояние туши античана мантичана, блаженство духовного удовлетворения. Поэтому если предное служение в сфере духовной реальности может осуществляться индивидуально, то есть оно может осуществляться конкретно человеком, конкретной личностью, то предное служение в сознании Кришны, именно в движении Санкхиртаны, им предное служение в духе спонтанного предного служенияasse духа Рогануа Батхи, духе Санкхиртана, оно совершается коррективно, потому что, когда вы совершаете коррективное преданное служение, то тогда движущей силой этого служения становится именно вкус расы, сразу вырабатывается в коррективе преданной духовной расы. Это и секрет Багогиты. Это та вещь, которую нам нужно было сегодня как-то понять, обсудить и увидеть. У нас не хватило времени на это, но завтра, может быть, мы больше об этом поговорим. Потому что мы должны найти замену наслаждения. Мы сегодня говорили о том, что наслаждение, оно является причиной всего. И даже преданное служение, которое дает человеку счастье, чувство счастья, оно не может преодолеть проблему наслаждения. Поэтому, чтобы вырваться на свободу в Кальюгии, вернуться в духовный мир, преданной должен не просто почувствовать счастье преданного служения, он должен испытать блаженство духовных отношений и испытать блаженство Багхи расы. Вот это то, что принес Господь Чайтань. И поэтому юга Аватара, то есть дхарма Кальюги, именно в этом, не в том, чтобы быть просто занятым в служении, быть счастливым в этой деятельности, а в том, чтобы испытать расу преданного служения. И испытав духовное блаженство. Вырвать с корня навсегда склонность к материальным наслаждениям. Вернуться домой, к Богу. Вернуться на головку, не на войти, а именно на головку. Добавить можно? Добавить чего? Что наслаждение осуществует милосердие и сострадание, на самом деле. Если человек милосердствует и сострадает, то у него автоматически это чувство оправдается. И уж поверьте, это лучший цепь не сострадает. Хорошо. Да, пожалуйста. Как служить человеку, за которого ты отвечаешь, если человек хочет просто наслаждаться? То есть, как бы больше ему, в принципе, ничего не интересного. Понимаете, желание наслаждаться – это младенческий возраст души. То есть, младенческое состояние души. И, как любой ребенок, допустим, хочет, чтобы его наслаждали, чтобы его желания исполняли и так далее, да? Как мы общаемся с ребенком? Какая стратегия общения с ребенком? А? Ну да, то есть, желание детей удовлетворяет, но при этом им ставят условия определенные, да? То есть, их занимает какой-то позитивной деятельностью. Они получают то, что хотят, но при этом они выполняют определенные условия и так привычаются к ответственности. Также нужно действовать с любви, со взрослыми, которые находятся в детском состоянии. Иногда меня спрашивают на какие-то большие программы, когда вот дети там шумят, они там у них носятся и так далее. Так, спрашивают вам. Дети мешают вам? Как? Я отвечаю на этот вопрос. Мне дети не мешают, мне взрослые мешают. Потому что дети ведут себя как дети. Взрослые ведут себя как дети. Это серьезный нонсенс, на самом деле. Поэтому, если взрослый человек ведет себя как ребенок, то соответственно отношение к нему должно быть как к ребенку. Но при этом должен быть процесс определенного перехода. Потому что взрослого человека можно вытащить из этого состояния. Для этого нужно, ну, нужно сострадание. Можно разрешить уточнить? Можно, да? Уточнить? Хорошо уточнить. Вот эти вот, ну, наслаждаться, не наслаждаться. То есть, например, о семье как? Вот, например, мужчина, женщина должна служить семье, да? Ну и мужчине, естественно. Одно дело выполнять свои обязанности, а другое дело, скажем, выполнять их так, чтобы мужчина наслаждался. То есть, не нужно, например, стремиться готовить очень вкусно. Достаточно готовить здоровую пищу, да? Чтобы не наслаждать его вкусовой качестве. Мужчина сначала слезал. Ропот поднялся. Чтобы не просто выглядела, а выглядела почти что как на картинке, понимаете? Чтобы он наслаждал, ну, не обо мне, конечно. Чтобы он наслаждал свои органы зрения. Оголы слуха, чтобы я только его прославляла. То есть, я так понимаю, что женщина не обязана это делать. Она обязана выполнять свою функцию настолько, насколько это разумно. То есть, как с ребенком, да? Включать свой рак. То есть, позиция, когда вот мужчина, он ребенок, да? Мужчина. Молодой мужчина, он хочет наслаждаться. Вот как здесь будет? Вы ставите меня в сложное положение. Вы ставите меня в сложное положение. Понимаете, суть какая, что любые отношения очень индивидуальны. И если речь идет о конкретной паре, там, мужчины, женщины и так далее, то здесь очень важно понимать, что является программой конкретного для данного мужчины и для данной женщины. Программы очень разные. Вот. Поэтому женщина, она должна использовать свою интуицию и здраво-смысл для того, чтобы понять, что сделает человека, который рядом с ним, рядом с ней, сделает сильнее. То есть, что ему нужно, чтобы он почувствовал себя, ну, как бы почувствовал себя успешным, почувствовал перспективу какую-то, что жена ему дает чувство успеха, ну, как бы вот эту вещь. Это исходит от женщины именно. Вот. То есть, для женщины очень важно, то есть, она должна понять, какой человек рядом с ним находится и, ну, может быть, нужно готовить, наоборот, очень хорошо, чтобы мужчина, ну, это, может быть, для него необходимо. Для каких-то мужчин, ну, это не нужно, это только их, как бы, ну, сбивает стол. То есть, надо смотреть, какой результат, какой эффект. То есть, всегда нужно смотреть на тенденции, на то, как человек, то есть, что происходит, как человек меняется в результате того или иного поворота отношений. А? Да. Ну, вот вопрос такой, что, казалось бы, это полезно работать премиум вместе с семьей, устроить бизнес там. Ну, из моих ощущений, что эти все предприятия заканчивались, ну, не очень хорошо портятся. Почему такое происходит? И стоит ли это? Да уж. Понимаете, какая вещь? Вот этот вопрос, он, ну, он как раз самый, в общем-то, один из центральных таких моментов практически, которые нужно, которым нужно разобраться. Потому что, если преданные освоят духовную нравственность, то есть, они поймут вот эти принципы духовной нравственности, о которых мы говорили. Особенно это касается мужчин. То есть, у мужчин ответственность абсолютная. Если мужчина, ну, скажем так, не справился, он должен признать это. И он должен сделать все возможное для того, чтобы ситуацию исправить. То есть, есть определенные вещи очень жесткие в мужском обществе, и они должны присутствовать в обществе преданных. Это не так, что, ну, мы же преданные, там, мы не должны оскорблять вайшнавов, там, и так далее. Как правило, что Прабхада говорил в комментариях, говорит, что если человек вор, ему говорят, что ты вор, ну, как бы он должен понять, что это правда. И это нормально, когда люди говорят друг другу правду. И когда мы практикуем сознание Кришны, у нас вот такое вот, это происходит в духе чувственного наслаждения, а не в духе ученической позиции. То тогда идея заключается в том, что все господа, то есть мы называем друг друга Прабху, вот я вчера или сегодня говорил, да, что мы называем друг друга Прабху, там, или Матаджи. И проблема в том, что мы все воспринимаем это за чистую монету. То есть человеку говорят Прабху, и он думает Прабху, да? И когда человек думает, что он Прабху, то после этого ему уже нельзя ничего сказать. Вы же не можете ничего сказать, господин. Естественно, будет проблема, то есть проблема страстности, потому что если вы вложили какие-то деньги, если вы вложили свое время, свой труд, вы должны быть уверены в том, что вы вложили в что-то честное, что люди будут соблюдать, взять на себя договоренности, да? Что если будут возникать какие-то разночтения, они будут прояснять, они не будут менять отношения после того, как уже договорились. То есть есть нравственные основы. То есть ардха, процветание, ну и следом за дхармой. То есть если люди исполняют дхарму, они могут процветать, может быть, ардха. Но проблема в том, что предные в большинстве случаев не в состоянии исполнять дхарму. Вот именно из-за этого, из-за присутствия вот этой вот мягкотелости в сознании Кришны, то, что можно определить как сахаджи. То есть сахаджи означает, что люди о себе много воображают. То есть я предный, значит, что меня нельзя наказать. Я предный, значит, мне нельзя ничего сказать. Ну, все. Конец процветанию. Понимаете, потому что процветание, оно основано на честности. Если люди не ведут себя честно, то они не могут создавать несовместные предприятия, бизнеса никакого. Потому что в основе лежит порядочность. Поэтому если мы хотим что-то создать в социальном плане, действительно построить общество, которое хотел Швейна Прабхупада, мы должны понять на этическом уровне очень важную вещь, что мы никакие не Прабхупы. Мы все Дасы, мы все ученики. И особенно это касается тех, кто занимает какое-то положение. Потому что как только стоит человеку занять какое-то положение, он сразу выясняется, какая у него этика. Если у человека нет никакого положения, он думает, что он удастся, он такой смиренный и так далее. Стоит его кем-то назначить, куда-то поставить, и он сразу начинает думать. «О, уже что-то интересное такое. Наслаждаться жизнью». Поэтому как только вы вступаете в какие-то отношения, например, вы даете кому-то деньги или вам дают деньги, мы начинаем сразу, как бы у нас появляется вот эта вещь, мы начинаем мыслить по-другому. Это очень опасная вещь. Это как собака. И вы сажаете ее на цепь, и она сразу начинает лаять. Потому что природа, если мы свою природу не изменили в обществе предных, вот поглянем в эту внутреннюю энергию, то мы будем чуть-чуть лаять как собаки, либо делать что-то другое. Поэтому ответ на ваш вопрос такой, что социальное строительство в обществе предных начнется только тогда и только с теми предными, которые усвоили очень жестко вот эту вот систему ценностей, о которой мы говорим. То есть мы что-то делаем, мы что-то обсудили, мы о чем-то договорились, да? После этого все исполняют свои обязанности вплоть до, там, если угодно, вплоть до смерти. Это означает исполнять свою дхарму. Это означает преданность своей семье. Это означает преданность обществу предных. Быть готовым исполнять свои обязанности несмотря ни на что. Если у меня не получается вдруг что-то сделать по объективным причинам, нужно сказать об этом, обсудить ситуацию с людьми, нужно ситуацию как-то выяснить и так далее, то есть чтобы никто не пострадал в этом. Это означает быть преданным. У нас бывает часто, что пред означает, ну, такой клуб любителей Кришны, такой вот, да? Если эти, как сказать, любители, они начинают что-то вместе делать, как только появляются трудности, человек говорит, ну, вы же преданные. В смысле я преданный, а вы же преданные. Как вы мне можете такое говорить? Это же Ваич нам в аппаратку пробовал. То есть ему говорят правду, он говорит, это же Ваич нам в аппаратку, представляете? То есть о чем это говорит? О том, что все просто с головой, ну, не в порядке. Эти вещи, которые Кришна говорит здесь, они означают нравственность. За нравственностью идет, дай виванашима, идет социальная жизнь. Отсутствие нравственности выдается за сознание Кришны. Можно ли сделать вывод, что нравственность является предварительным условием для правильной практики сознания Кришны? Нравственность – это не предварительные условия. Нравственность – это и есть сознание Кришны. Почему мы говорим, что есть там материальная мораль, да? У нас в сознании Кришны мы высшая материальная мораль. Это что означает? Если мы говорим, что мы высшая материальная мораль, это означает, что у нас есть мораль, но она просто основана на более глубоком понимании жизни, на отношении с Богом. Вот и все. То есть, иначе говоря, быть непреданным – это безнравственно, с точки зрения высшей нравственности. То есть, материалист, как Шила Попада говорит в комментариях к этому стиху, у материалиста не может быть никаких хороших качеств. То есть, Пракхупада говорит, что материалист безнравственный. Что он имеет в виду? Что быть преданным с канхемалами, повторять хориклично на четках автоматически означает быть нравственным? Да нет же! Просто Шила Попада говорит, что быть непреданным Богу – это безнравственно. Потому что Господь – это Тот, кто все для нас. Если мы ему не преданы, значит, мы безнравственные. Какие у нас могут быть хорошие качества? Если мы даже какие-то, ну, выполняем обязательства в обществе людей, то это просто отношение воров, вот и все. Как воры, например, они награбили, и в шайке делят все честно. Они кого-то забрали имущество, но в шайке они все поделили честно, по-руму. И они такие гордятся собой – у нас нравственная шайка. Есть такое понятие, как воры в законе и так далее. То есть, понимаете, это все воровская психология. Поэтому Пропопада говорит, что у материстов не может быть никаких хороших качеств. Но когда предные это слушают, то есть, если у предного, ну, система понятия не в порядке, он начинает думать, ну, значит, для нас нравственные законы не писаны. Это же ужасно, понимаете, это же все, это же конец всему. Для предных нравственные законы, они еще более принципиальные, еще более жесткие. Потому что они связаны со Всевышним, а не просто с человеком. Поэтому это все очень серьезно. – Слушай, а можно чуть-чуть подробнее, что значит нравственные законы? Потому что у каждого может быть свое какое-то понимание, ну, с алификацией. Завтра я принесу список некоторых нравственных принципов преды и озвучу пару пунктов для примеров. – А можно последнего? – Да, пожалуйста. – А вот вы случайно прочитали священный, там написано, что разницы нет, да, вот, допустим, до транса ты поднялся, ну, поднялся, вот, преданный до транса, и он, разница нет, в Нарце живет, или там, по дереву, да? Я правильно понял? – Да. – И вот на сегодняшний день, как вот Прабуджа, который мне вопрос задавал, он же говорит, что это же знание, нужно понять вот данные конкретные ситуации, правильно? Когда в Индии, правильно, там можно под деревом жить, то проблем нет, правильно, что там плохо. А вот сейчас, вот, вы, допустим, выйдете под деревом, и что с вами произойдет, правильно? – Да. Я много раз вперед под дерево в Сибири, у меня есть такой опыт. – Что, вы там жили? – Нет, просто я предавался Кришнам и все. Смысл заключается не в том, чтобы умереть или жить, а смысл заключается в том, что где бы вы не были, не были во дворце, либо под деревом, вы предаетесь Кришне, вы зависите от Кришны, а не от условий. – Завтра будет еще. – Когда ты оказываешься на морозе, где-нибудь под деревом в лесу, на дороге, на которой нет ни одной машины, после какой-нибудь случая, ты просто зависишь от Кришны и понимаешь, что жить тебе или умереть это решает Господь. – А Господь решает жить, и Он посылает тебе машину. – С Ваишнамом я много раз в таких случаях, со мной были много раз в таких случаях. Я помню, я после одной программы там случилась коллизия, я стоял с божествами под мышкой зимой. – Божества мерзнут, и я мерзну. – Машин нет. – Я говорю, Кришна, это чья проблема, твоя или моя? – Надо что-то делать. – Ну и все, вопрос решен был сразу же. – То есть мы просто должны зависеть от Господа, вот и все. Вот это называется беднравским человеком. А не в том быть там в Сибири или в Индии, под деревом или еще где-то. Это все внешние аргументы. – Не, не, я не в том… – Я понял, о чем вы говорите, я просто в другую сторону. – Я не в том смысле, Махараджи, вот смотрите, я в том смысле спасил. Вот смотрите, вот в книжке из священной книги написано «Шастра», да? Разницы нет, вот я во дворце живу, в квартире живу богостеронную или под деревом. – Нет разницы, правильно? Правильно? – Нет разницы. – Ну вот смотрите, если вы, допустим, даже в Махараджи, вы, допустим, в квартире будете жить, или сейчас под деревом, скажем, минус 30-40 раз, ясно, что вы уже, оттуда уже со суткой вас вынесли под туда, правильно же? – А кто ж спорит-то со священными, потому что тысячу разума? – Да, тысячу разума. – Не, разум разума. Ну там вот, вы даже в книжке написано священной, правильно? – Надо вопрос задать. – Надо вопрос задать. – В Шастрах указываются принципы. – Вопрос задать. – Там описываются принципы, не надо смотреть на оболочку. Оболочка Дешикалопатра, то есть время-место обстоятельств. Вы правильно это подметили? – Ну мы-то у Пракупада берем принципы. – Причем здесь Индия? – Принцип заключается в том, что вы находитесь в Сибири, и вы должны быть, конечно, в тепле, но вы не должны выбирать, ну то есть предный он, в любой ситуации он остается предным. Богатство или бедность и так далее, для него это не важно. – Можно последнее? – Сколько у вас будет последнего? – Да, давайте самый последний вопрос. – Преданный Прабху, у него устанавливаются отношения с Кришной. И есть стадия отношений. И вот есть одна из стадий – супружеские отношения. И кто выступает в роли мужа, а кто в роли жены. – Ну просто нравится. – Понимаете, до тех пор, пока мы считаем себя Прабху, мы не можем вступать никакие отношения такого рода с Господом. Но что в отношения с Господом мы вступаем только Даса, слуга. И тогда нам открывается раса отношений с Кришной. Есть только один Прабху – это Господь. Все остальные – прокрытие. В высшем смысле этих слов. – Спасибо. Поговорим про саду ки? Жаль! Поговорим про саду с вами ки? Жаль! Поговорим про саду ки? Жаль! Продолжение следует...